Всем привет! Сегодня с вами я, Катя, и в формате практически блица я хочу дать ответы на часто задаваемые вами вопросы. Спасибо вам, что вы вообще комментируете, реагируете, задаете нам вопросы, хоть на некоторые из них у нас уже сняты полноценные ролики. Начинаем! Первый вопрос. Как часто нужно стричь волосы? Ну, смотрите, в принципе, это зависит от их типа и длины, также от желаемого стиля, но в среднем рекомендуется посещать барбершоп каждые 4-6 недель для поддержания оптимальной формы вашей стрижки. И даже если вы отращиваете волосы, все равно лучше наведываться к барберу, чтобы ваши ожидания и реальность совпадали. Следующий вопрос. Как устранить перхоть? Смотрите, перхоть, как правило, связана с сухой кожей или излишним образованием кожного жира. Используйте специальные шампуни, регулярно массируйте кожу головы, чтобы стимулировать циркуляцию крови. И я бы советовала вам сходить к трихологу, это будет не лишним. В принципе, перхоть на голове у человека может появиться из-за очень большого количества вещей. И очень важно выявить, почему она возникла именно у вас, потому что это может быть связано как с какими-то гормональными процессами, так и со сменой погоды, сменой питания, просто повышенным уровнем стресса в вашей жизни в данный момент. То есть, в принципе, если у вас серьезные проблемы с перхотью, то лучше обращаться к специалистам. Третий вопрос. Интересный. Своему бывшему дарила на день рождения триммер для бороды, потому что видела, что он только им пользуется и одноразовой бритвой. Ну, видимо, не только им, а им и одноразовой бритвой. А нынешний парень бреется с тонком и мыльной пеной, которую сам разводит в таре. Расскажите, в чем разница? Интересный вопрос. Ну, что могу сказать? Твой нынешний парень в некотором роде эстет. Разница, по большому счету, в отношении к бритью, потому что мыло, из которого он делает себе пену, может иметь разнообразный запах, например, там, вишню, каннабис, а может не иметь отдушек. Т-образный станок и помазок, чаша для бритья выглядят стильно, и бритье, оно превращается само по себе в некоторый ритуал. Кстати, если захочешь новому парню подарить что-то, связанное с бритьем, то присмотреть к продукции Лазго. Следующий вопрос. Можно ли окрашивать бороду? Есть и такой у нас вопросик. Да, бороду можно окрашивать, но очень важно выбирать качественные красители и следить за состоянием кожи под бородой. Какие основные правила ухода за тонкими волосами? Про это, кстати, самый популярный ролик на нашем канале. Там очень много всего полезного, но если вкратце, если волосы истончились со временем, а не с рождения, то надо идти к трихологу. Стайлинг надо выбирать неутяжеляющий. Это, например, тоник при стайлинг. Например, тоники от компании Рузель, Морган, вот Локсток, Американ Крю, Русат. В укладке стремиться к легкой неопрятности, используя для этого пудру. Также есть шампунь специально для тонких волос. Ну и, к сожалению, тонкие длинные волосы не будут смотреться выигрышно, поэтому лучше выбирать короткие стрижки или стрижки средней длины. Как избежать зуда и раздражения после бритья? Это, кстати, очень актуальный вопрос. Если коротко, это база. Используйте качественные средства для бритья, то есть острые лезвия и качественные гели, горячий компресс до и успокаивающее средство из натуральных компонентов после бритья. Бретьте по направлению роста волос и не сильно надавливайте. Какой парфюм выбрать? Посоветуйте. Ну, слушайте, тут надо идти от себя. Нужно пробовать, слушать на себе. Можно подбирать в соответствии с сезоном. Главное не изменять себе. По этому вопросу пообщались, кстати, с парнями и с девушками про ароматы парней. Вот подборка из четырех незаезженных. Ну и, кстати, никто не отменял аромабоксы. Не все парни вообще про это знают, но есть очень рабочий вариант попробовать реально много запахов и выбрать тот, который подходит именно вам. Есть ли лайфхаки, как поддерживать свежесть и чистоту волос на голове? Слушайте, прям по лайфхакам ничего сейчас не приходит в голову. Давайте пока пройдемся по базе. Сушку волос начинаем не с фена, а с промакивающих движений полотенцем, а потом уже используем фен и выставляем его не на сильно горячий воздух. Подбираем шампунь в соответствии с типом ваших волос. На пробу шампуня уходит примерно две недели. Индификаторы следующие. Нет появления перхоти, не участилось выделение кожного сала, то есть нет острой необходимости мыть голову чаще, чем в 2-3 дня. Хотя нет, придумала. Есть лайфхак. Об этом как-то говорил уже Георгий Альфредович, но и от девочки этот совет звучит ничуть не хуже. Так как для мужчин практически нет масок для волос, вы можете использовать женскую маску для волос. Поверьте, такой уход не поставит под сомнение ваше мужское начало, даже совсем наоборот. Женщины обращают внимание на такие мелочи, поэтому, скорее всего, вы приобретете несколько баллов в глазах прекрасного пола. И еще один лайфхак чисто от меня. После того, как вы высушили свои волосы, вы можете нанести на прикорневую зону волос немного сухого шампуня. Это будет работать как себе регулирующее средство, и в течение дня волосы будут оставаться свежими. С вами была Катя на канале ЯБРОДАЧ. Если вам понравился этот формат, пишите, пожалуйста, свои комментарии и дальше, и мы будем чаще снимать для вас такие ролики. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok